всем привет дорогие друзья с вами джокер и это очередной мини проект который называется я не знаю как его назвать но я думаю все знают такую игру где нужно играть музыка в общем это на в основном на sony playstation 3 есть такая игра да и на 4 скорее всего в общем такой коврик у нас и нам нужно как бы движение то есть там определенные движения то есть связано с танцами игра ну в общем я решил построить точно такую же игру в майнкрафте у меня получилось вот такая вот довольно таки интересная игра мне она самому понравилась я в нее очень часто сейчас играю нам не сильно очень затягивает в общем что у нас здесь есть у нас есть игровое поле есть таймер до 90 секунд ну наш стандартный таймер и наш стандартно это было до 9999 баллов дальше у нас есть тут три кнопки 2 справа и одна слева ну здесь у нас кнопка старт и кнопка стоп а здесь у нас кнопка reset то есть кнопка старт запускает игру кнопка стоп останавливает и reset у нас сбрасывает табула и сбрасывает время потому что там немножко забаговано и мне пришлось сделать вот эту кнопочку вот ну игра довольно очень интересная то есть там еще также музычка играет когда мы будем играть то есть давайте нажмем на старт и попробуем поиграть в эту игру так как вы услышали у нас начала играть музыка и пошло время ну давайте поиграем теперь так зеленый зеленый так как вы можете услышать у нас сейчас играет музыка о желтый желтый есть так зеленый не успел вот мы заработали уже два балла так 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 синий а так так ну 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 так тут немножко просто забаговано можете заметить что чанки не грузится и поэтому немножко забаговано так сейчас ой 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 успею успею есть успел еще успею еще 9 105 а 5 5 да так в общем вот такая вот игра давайте нажмем теперь кнопочку стоп при нажатии кнопочки стоп у нас останавливается вся игра вот но не вот видите у меня немножечко за вагон то есть остается время вот и надо вот этот кнопочка reset чтобы сбросить и время и того весь мы там заработали 5 баллов всего лишь но единственный минус то что музыка не сбрасываться давайте я уберу сейчас чтобы меня слышно было нормально вот так сделаем вот все в общем единственный минус того что вот эти кнопочки стоп то что музыка не выключается то есть надо ждать окончание музыки и тогда можно играть в принципе это не помешает вам насладиться данной игрой вот ну что же давайте теперь я вам покажу механизм механизм ну как сказать относительно небольшой то есть сейчас я покажу там какой-то блок летает в общем неважно механизм относительно небольшой то есть тут в принципе все просто основанным на командных блоках то есть вот она это кстати песня который у нас проигрывается она тут в три слоя заделана как вы можете заметить то есть вот вот так у нас идет песня то есть начинается вот с нижнего яруса и вот так вот идет потом по этой линии идет рассигнал и заходит уже на эту и вот так вот он до конца проходит так что это забыл меня напрягает этот блок а ясно вот в общем сверху механизм выглядит вот так ну давайте я вам немножечко расскажу про него как он принципе работает при нажатии кнопочки старт у нас спавнится во первых здесь блок то есть он вот так стоит потом спавнится здесь блок обычный то есть кварцевый здесь у нас спавнится раз он бог удаляется и тут уже этот у нас такой таймер и это у нас такая штука вот этого часть это чтобы когда у нас допустим с нескольких сигналов то есть нескольких путей допустим отсюда 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 вышли сигналы и которые первый проходит сигнал то есть вот первый сигнал прошел он сразу заблокировал путь для остальных сигналов то есть это нужно для того чтобы избежать очень сильной загруженности механизма то есть он будет очень быстро работать и там практически нереально будет набрать ну и здесь вот они эти собственно говоря линии здесь такие вот рандом генераторы которые подключены последовательно то есть вот так с небольшой задержкой вот активируется последовательно и у нас рандомно выбираются наши блоки цвета которые мы который у нас будет отображаться на вот на наши вот этой вот линии как вы можете заметить вот ну таймер самый простой это еще из игры tower block то есть я его использовал там он тоже компактный я его перенесут также исполнится у нас блок ну и как в товар блоки у нас то есть определяется когда у нас вот здесь прошло время и опять здесь стал блок камни то у нас просто выдается здесь сигнал и у нас игра прекращается вот дальше теперь расскажу вам про механизм то есть определение какой у нас то есть блок то есть если мы становимся на красный и здесь у нас красный блок то нам засчитывается один балл то есть это в принципе простая схема вот она вот это вот вся схемка это у нас относится к нашей вот это вот маленькому полю так сказать что у нас здесь происходит в одном давайте на примере этого цвета рассмотрим все в одном командном блоке у нас написано команда тест for собака п координаты и радиус 1 то есть что это значит когда мы будем становиться на этот блок у нас будет выдавать компаратор сигнал вот но если также у нас попадается вот здесь блок то есть во втором командном блоке у нас написано уже тест for на блок то есть у нас будет и створится блок когда он будет находиться вот в этом положении если он здесь у нас находится вот прямо на вот этом крестике то у нас компаратор выдает тоже сигнал и если мы находимся на блоке то у нас просто подается сигнал нам защитить нам защититься 1 балл вот то есть у меня вот здесь вот такая вот штука то есть у меня здесь спавнится redstone блок и через определенную задержку а если быть точным через 04 секунды он удаляется вот то есть и нам защититься 1 балл вот и так вот эта вот схема работает здесь вот мы опять летим вот то есть у нас будет нам насчитываться наши бабы и так в принципе со всеми цветами как вы можете заметить вот ну в общем вот такой вот механизм ну сейчас еще расскажу про кнопочки ну здесь они вот так вот обновляется да кстати забыл еще сказать еще на начале то что на слабых компьютерах карта может лагать утверждать сразу потому что здесь вот используется 1 2 3 4 мигалки и плюс много будет активироваться редстоуна так что на слабых компьютерах карта может лагать вот дальше ну кнопочка старт она спавнить блоки нам нужны на блоке как вы можете заметить и также она подключена к нашей так сказать музыки вот она то есть вот у нас идет сигнал и у нас идет сразу через небольшую задержку у нас идет музыка активность то есть у нас старт времени пошел и активилась музыка ну кнопочка рис и стоп у нас удаляет все блоки то есть как вы можете заметить тут вот сейчас командные блоки вот блок и вот тут у нас тоже они как бы удаляются эти командные блоки в некоторых местах они спавнятся назад дальше что еще ну кнопочка рестарта у нас с двумя командными блоками всего лишь то есть первый командный блок у нас рестартит всю нашу вот этого все наше того то есть у нас здесь спавнится redstone блок и через задержку 08 секунд он удаляется вот и у нас респавнится все наше того ну и последний командный блок это у нас спавнит вот здесь вот рестарта блок у нас он через задержку такую вот таки большую задержку подает сигнал на вот такие вот как бы сказать вам штуки вот это сделано с помощью мцидита вот да и все командные блоки заполнены с помощью мцидита вот то есть вот у нас подается вот сюда сигналы и у нас как бы если у нас допустим вот этот блок вот здесь да то он у нас спавнится ну то есть у нас меняется положение вот этой всей фигни и нас этот блок назад то есть сюда ставится вот такая вот схемка она очень простая буквально ее построил за вечер единственное что музыку я еще сегодня доделал то есть я вчера эта часть к в четыре сел и часов 9 я уже закончил всю весь механизм то есть уже можно было играть ну я еще там добавил пару штрихов то есть давай вот эту музыку сегодня и добавил еще вот такие вот сегодня стенки и немножко оформил наш так сказать механизм в общем вот такой вот у меня получился механизм надеюсь он вам понравится этот я думаю этот механизм достоин лайка потому что я и лично я на ютубе такого не видел то есть я смотрел на ютубе там может может быть где-то там у американца у какого-то и есть на подобие механизм но так нигде я не видел вот так вот подобного механизма вот так что я думаю этот механизм достоин лайка вот ну и еще если вы хотите то и напишите в комментариях я вам расскажу как заполнять командные блоки то есть с помощью mc и дита если вы не знаете и как делать вот такие вот штуки с помощью тоже mc и дита их я вот довольно таки часто использую там в роботе использовал и в таверблоке игре и его в этом механизме тоже использовал наш вот эти командные блоки то есть такую штуку вот ну что ж я думаю на этом я закончу обзор данного механизма вот ссылочка на карту будет в описании ну что ж подписывайтесь на канал ставьте лайки с вами был джокер всем удачи всем пока